6 февраля состоится онлайн-лекция «Гитлер, Сталин и Черчилль. Подлинная история о детстве, юности и взрослении трех акторов мировой войны». Евгений, расскажите, пожалуйста, об этой лекции. Я думаю, что пора начинать говорить очень откровенно правду об этих персонажах, о событиях той поры, потому что мы сейчас вляпались по вине левых скотов, ровно в то же, во что вошла в Европу и мир в начале первой четверти и дальше 20 века. И вот надо понимать, что происходит и что может произойти, надо это предотвратить. Только идиоты потом начинают лить слезы, устраивать либо праздники, либо поминки, фонды и прочие, раздавать эти похоронные принадлежности на грудь. Надо предотвращать войны, а чтобы предотвращать войны, не надо позволять скотам отнимать у людей собственность, а потом бегать по миру, изображать из себя профессиональную жертву. И эта лекция об истоках у нас очень любят, обожают в России говорить об исконном, об истоках, значит, вот это вот от чистого истока. И вот посмотрим, что от чистого истока там получилось у Гитлера, у этого рябово-бандита Сталина, так называемого, как себя назовет, Джугашвили. И Черчилль, который, конечно, родился в таком дворце Мальборо, что можно с ума сойти. А потрясающая история с фюрером будущим. Он родился в Раунау-Наине, Амин, и его, естественно, Лизаблюды, ну, я не знаю, может, искренне обожали, когда он уже был у дел, сделали, пардон за тавтологию, почетным гражданином этого городка. Милый городок, я там был чистый, красивый, ну, пока, пока там дикарей не напустили. Вот, значит, и его сделали почетным гражданином в 30-е годы. И, так сказать, и только в 2011 году другие Лизаблюды, которые лижут, простите, другую уже идеологию, но тоже, так сказать, такие же Лизаблюды, они, значит, снялись с него, раз, так сказать, уволили из почетных граждан этого Браунау. Только в 2011, все это время, получается, что он был почетным гражданином безобразия, как не досмотрели эти самые, кто смотрит. Вот, ну, это такой нюанс, а вообще, действительно, надо понять, ну, вот как, откуда, из чего, что за семья, этнос, какие родители, там, как рос первые, вторые впечатления, как идеи стали зарождаться уже, как вообще, значит, вот этот вот Йосик Джугашвили, как он там у себя в горе, не пойми где этот марксизм, откуда же была семинария, особенно духовности переполненные, вот откуда, марксизм, как это все, почему он, почему не другой бандит стал вот главным, то же самое, ну, Черчилль, были кто хорошо рожден, язык подвешен, ну, вот Черчилль, почему, как это получилось, то же самое, значит, Адольф. И вот это очень, я думаю, важная лекция, а без этого не будет смысла понимать дальше события 17-го и 39-го и дальше годов, поэтому я считаю, что обязательно будьте вот на этой лекции, онлайн-лекции, я думаю, что это просто обязательно.